У меня там маникюр, педикюр, но, несмотря на это, я вообще не по этим темам. Экстравагантно. Слушай, а ты чё такой нецветной? Возникает вопрос, а мужик ли ты? Чё, работаем? Ну, конечно. Ну, прежде всего, обнимаю вас тремя своими ногами, родными. Ну, чё, можно сказать, что я преисполнился, как считаешь? По какому такому поводу можно сказать? Ну, в принципе, вообще по сути, как бы, по сути. Смотря с какой стороны посмотреть. Согласен. Вот ты философ, блат, если ты мне нравишься за это. Ну, прежде всего, Владос, спасибо, что приехал. Я понимаю, что тебе надо много монтировать, но случай сегодня непрецедентный. Кстати, кто, возможно, там, занимается монтажом или там ещё чем-то в этом духе, кому-то нужна подработка, вот. Пишите Владосу, чтобы он это самое рассмотрел вашу кандидатуру, там, может, монтажистку и же, да? Нужно же нам выполнять команду? Да. Вот, так что, если что, то пишите свои резюме, отправляйте на Viber. Короче, в общем, тем пока. Внос ясности. Благо, это лайв-канал, и здесь можно внос ясности не то, что мешками, а прям, блядь, вообще вёдрами носить. Итак, случаи беспрецедентные. Сегодня у меня гости. Подснимешь их, стихонечко. Угу, смешаешь. Ненормальные. Ненормальные, да. В общем, случай сегодня беспрецедентный. Они у меня, короче, в гостях. И сегодня мы вышли потренироваться все вместе, немножечко поговорить. Выпить чай. Ну, как я буду пить чай, они будут смотреть. Человек сухар. Вот. Тема сегодня какая? Ввиду того, что я недавно бил большую татуировку на спине, и ввиду того, что у нас была огромная, вообще прям дичайшая жара, но я думаю, все её застали. Мой тренировочный план несколько изменился в пользу таких, знаете, умиротворяющих статических процедур, типа того, знаете, таких солнечно-воздушных, короче. Старческих? Ну, типа старческих, престарелых, да, пансионат, типа такой, знаешь, старой школы из разряда. Вот. И несколько недель я занимался йогой, потому что мне нельзя было потеть, активно двигаться, и как бы оттренироваться всё равно хочется. Поэтому, и я вам могу сказать, очень прикольно я так поработал над своей мобильностью вчера на борьбе, я это хорошо почувствовал. И сегодня, как бы пользуясь случаем, покуда у нас Гагита Накатаевич и Фёдор Пушкарёв в гостях, мы немножечко поёжимся, и я задам ему несколько вопросов, потому что сильно он видоизменился, много чего у него произошло. Много того, что он сказал в интервью, уже не актуальных, несмотря на то, что прошло всего несколько месяцев. Про кого именно, поясни. Ну, про Фёдора. Большое интервью, ну, вот этот гражданин леопардовых штанов, такой экстравагант. Как тебе вообще, вот, давай свое мнение? Первый раз ты такого видал? Пока непонятно. Понятно? В Саиногорске у вас чё с такими делаете? Ебан и прыгают на них. В натуре? Ну, конечно, это пиздец. Ебан. Ты в носках уходишь в зеленых. Я чуваку подарил носки зеленые из глутшопа. Свои носки. Ссылка в описании. Ему очень много вопросов задавали. В натуре чё с нашу? Да. Ну, типа, чё за носки такие? Нафига ты их одеваешь на штаны? Был чувак, короче, это был, ну, короче, мент, получается, или, ну, какой-то, или МВД, а, МВДшник. Он ехал в метро в моих носках в стиле ебучий. Его, короче, сняли, ну, кто-то снял носки и выложил в группу, знаешь, подслушанный, типа, того. И, короче, ему не дали увольнение на Новый год, чё-то там наряды, хуядыки. Ну, я не очень знаю вот эту солдафонскую тему, мунштру. И, короче, там тоже было, типа, разбирательство на этот чё. Да. Жизнь. Да, особенно, особенно, когда, там, знаешь, читаешь сводки новостей, чё всякие полковники творят в банях, там, знаешь, обнюхиваются. Шалам, я тут чё в носках вышел, то есть, знаешь, двойные стандарты обожаю. Собственно, чё, не отходя от кассы, сегодня мы немножечко поёжимся, пообщаемся, попьём чай и, собственно, потренируемся. Вот, как-то так. То есть, ты покажешь йогу? Вы должны понимать, что я не йогу, все мои тренировки, они интуитивные. И вот это тоже так, я пришёл к этой системе интуитивно. Но, в принципе, она рабочая, могу сказать точно. Я всю жизнь околоспортивной деятельностью занимаюсь, поэтому берите упражнения на вооружение. Кто чувствует какие-то зажимы, недостаток растяжки, недостаток мобильности спины и плеч, то есть, кому не хватает общей крепости, координации, то есть, всё, собственно, сгодится. А у кого проблемы с коленями, с плечами, с поясницей? Хороший вопрос, Владос, хороший. Тем могут проследовать моя онлайн-школа атлетизма, там вышел ЛФК-курс. Как раз-таки для таких проблем, именно поясница, колени и плечевой отдел, то есть, у кого какие-то там врождённые, приобретённые деградации, либо какие-то там непонятные ощущения, неизведанные, либо, если вы хотите предупредить это всё и осуществить профилактику, проходить по ссылочке в описании. Сегодня последний день скидки, но это уже не актуально, потому что видео выйдет позже. Но, в принципе, он недорогой, поэтому спешите. Гок, привет. Здрасте. Ты на лайв-канале Виктора Блуда. Лайв? Смотрите, какая тема. Берёшь, зажимаешься. Отжимаешься. Ладно, сможешь попробовать? Это всё, что ты хотел сказать? Да. Давай так. Давай. Смотри, к вам третьим можно куда-нибудь. Фёдор, привет. Здорово. Представь. Я Фёдор Пушкарёв. Приехал в гости в Москву, гостей тут. Понимаешь, что происходит сегодня будет? Ну, так, так себе, если честно. Скорее, какая-то йога будет. Я хер знает, что это. Короче, не знаю. У меня там маникюр, педикюр, но, если ты, на это, я вообще не по этим темам. Подожди. Ну, так называемый маникюр и... У тебя спрашивают за эту тему вообще? Да, в интернете регулярно спрашивают. А вживую? Вживую нет. Только смотрят, короче, вот так. Чё, чё, чё? Я такой, чё? Я такие, да, в принципе, ничего. Идут дальше. А почему ты это делаешь? Слушай, по двум причинам. Во-первых, нет, по трём. Во-первых, мне просто по кайфу. Во-вторых, это картинки, которые можно рисовать на себе. Типа такой body modification. При этом это не татухи, которые я пока себе не позволяю делать. Потому что уверен, что я передумаю. И захочется что-то нового. Вторая тема, очень клёвая. То, что я перестал себе раздирать ногти. У меня была дебильная привычка. Подросткового возраста, на нервной почте здесь всё раздербанивать. Как только я делал маникюр, я вообще перестал это делать сразу. Ну и третья тема, такой бонус, это некая тренировка уверенности. Эпоха на чужое мнение, которое происходит на автомате. Ну, типа, не надо выходить, декларировать стихи, либо делать голые пробежки. А просто достаточно вот с таким маникюром делать всякие официальные вещи. То есть, я там общаюсь с заказчиками с ними, покузницы, там, с арендодателями. Подписываю какие-то контракты. И мне, как бы, это никуда не деть. Зачастую возникают какие-то, ну, такие не очень приятные ситуации на этой почве. Ну, вот таким образом я тренирую на эти неприятные ситуации. Что скажешь хейтерам, которые будут писать в комментариях? Я скажу, что прикольно, ребят. Пишите, меня это заряжает. Как у вас бомбят пуканы, жопа трескается в 7, а то и в 8 местах каждый раз. Это прикольно. А как часто ты его делаешь? Слушай, ну, по мере отрастания, недели где-то 2,5-3. Тут просто происходит такая тема, что вот он здесь отрастает. Ну, и начинает это выглядеть по-конченому. Поэтому недели через 3 надо заново его делать. А как давно ты это делаешь? Слушай, ну, сейчас второй раз я сделал. Месяца полтора назад намутил первый раз. Как я вообще на это вышел? У меня есть один друг, бизнес-партнер. Он бывший военный, причем ФСБшник. Он ко мне приехал как-то на встречу с накрашенными ногтями в красный и черный цвет. Я такой, братан, ёб твою мать, ты же военный. Бывший, вообще нормальная тема для тебя ногти-то красить. А он такой, а мне по кайфу. Я такой, смотрю на эти ногти. У меня еще такой период пошел, когда мне нравятся все оранжевое и желтое. И я такой, ё-моё, я хочу тоже так же. Чисто вот из жадности. И на следующий день записался. И потом понял еще тему вот эту про нераздирание ноготков и про тренировку п***. И подумал, блин, вообще моя тема. Предполагаешь, что такое может быть, что ты тоже будешь красить ногти? Мне кажется, есть идея для хайпового видео, допустим, с кем-нибудь зарубиться на что-нибудь. Ну, как бы зарубить, зарубоустроить какую-нибудь. Ну, спортивную там, или там, я не знаю, жиральную, ну, какую-то такую. И типа проигравший, прикинь, ну, типа без всяких вносов и ясности, типа, носят маникюр неделю. Только не с ней лето, ты опять проиграешь. Что еще раз? Только не с ней лето, ты опять его проиграешь. Да, ты вспомнил, господи. Нифига себе. А тут можно вносить ясное, что это специально было сделано? Ну, короче, просто меня настолько заебала стрижка, и нужен был какой-то повод, чтобы обстричься. Я говорю, мужик, можешь что-нибудь, ну, такое жесткое на руках дать, чтобы я въебал, чтобы ты меня подстриг? Просмотров наберем, и я опять буду лысый. Он говорит, вообще не вопрос. Прикинь, сколько сейчас порушилось, наверное. Мне там дети прямо писали, п***ь, не честно, не лето, жулик. Блуд же не ходит на руках, он же знал, наверняка специально так сделал. Как ты относишься к тому, к тем, кто красит ногти? Ты знаешь, у меня татуировщик вот последний, который делал мне спину, забивал, красил ногти. И я что-то репостнул его какую-то стойку, и там тоже многие ребята отреагировали. Мне, честно говоря, да как-то п*** его, если честно. Просто, ну, мне не кажется это чем-то таким вау, потому что я помню, там, когда это 90-е, года, по-моему, еще клипы Хима и Расмуса, когда гоняли, они уже красили. Горшок всеми у любимой, уважаемой группы Король и Шут, на которую все просто дрочи-лыжат до сих пор, то есть и моего возраста ребята. И там панки, которые считают их труб мужиками, они красили ногти, они красили, глаза подводили. Ну, кто-то скажет, что это образ, но кому мешает просто там образ какой-то осуществлять. Ну, короче, это по сути не мешает, то есть, не знаю, хуже это человека не делает. Ну, вот он как бы мне забивал спину, мастер он отличный, а то, что он там красит ногти, ну, как-то он красит и красит. Ну, типа, не знаю, у меня нету такого, что, типа, ну, смотришь такой, конечно, это удивляет, как минимум. Ты знаешь, как, типа, выглядит странно. Но могу сказать, что мужики довольно стильно ворвались в эту движуху, они сразу начали делать какие-то татуажи. У меня есть краснодеревщик, не тот, который, этот самый рэпер, а просто чувак, который работает краснодеревщиком. Он все делает маникюр, типа, знаешь, краску, короче, знаешь, такие эффекты старения, то есть, там, ну, такие лакировку под деревянную тематику. Экстравагантно. Пройдет сейчас, не знаю, полгода, это будет настолько обыденно и всем уже настолько будет насрать. Ты как относишься, Владос, давай так. Да мне вообще пофига. В натуре? Притом, короче, чувак, который про татуировщика мне написал, я захожу, а это какой-то был, ну, то ли казах, то ли калмык. И он такой, типа, такой здоровый, и, короче, это самое, в розовой майке. Я говорю, мне кажется, лет 20 назад тебе могли за майку какую-то розовую предъявить. Вот, но он сказал, что это другое, типа того. Ну, как бы, я не знаю, какая-то тема скользкая, как... Как думаешь, это пройдет? Как новозелененная жопа. Типа, это такое, как хайп, типа... Ну, конечно, просто сейчас же это самое у нас... С кого это вообще пошло, подожди. Отследитесь, с Моргена, наверное, да? Ну, не прям с него, мне кажется, он взял откуда-то тоже. Наверное, из Запада, как всегда. Из Запада, понятно, то есть, именно у нас, я имею в виду, кто был локомотивом вот этим. То есть, Морген, то есть, потом кто Дудь, да, сделал. Потом Крид, ну, и потом уже пошло-поехало. Ну, педикюратство, мне кажется. Ну, у меня свои убеждения на этот счет, на культуру этого. А что на нем за костюм? Смотришь, Федор, как такой экстравагантный молодой человек, как увидел, говорит, это то, что мне нужно. Это с блудшопа. Последняя коллекция подходит для борьбы, активного времяпровождения, для эпатирования, саботирования публики. В принципе, чтобы себя порадовать. То есть, очень такой, такой прям импозантный костюм. Нужно иметь довольно большие яйца, чтобы его носить, потому что, когда вы приходите куда-либо, все внимание обрушается на вас. Все смотрят, охеревают, такие, вау. Нужно иметь такой большой дух, чтобы носить такой костюм. Ну, а кто любит внимание, самое то. Вы сразу экстравагантный авантюрист. Федор, он сказал, что у вас будет заруба сегодня. Если ты проиграешь в ней, то ты смываешь все это. Ну, если что, это не смывается, это надо идти снимать. Снимать, да, будем. А если я выиграю, тогда ты что? Красишь? И картинки... Картинки и цвета я выбираю. Это дальтоник. Ну, тем больше чести и славы. Пазара нет. Ладно, ну что, поехали. Короче, просто так спокойненько это самое. Начинаем, держим социальную дистанцию. У нас же все-таки чебола примус, короче. Чебола примус? Ну да. Чипсы такие? Ну, типа того, с сыром. Вот, и типа того общаемся. Гойч, как тебе? Мне непривычно. Мне, честно говоря, очень непривычно. Ну, ногти цветные и так далее. Я, типа, знаешь, типа, с кавказской семьей, там очень такие прям моменты, ну, тяжелые есть. И, ну, если человеку нравится, почему бы и нет, с одной стороны. Главное, он не навязывает, он не говорит, слушай, а ты что такой нецветной? Ну, как бы... Слушай, подожди, а я вот, насколько знаю, у твоих земляков и, в принципе, у Кавказа возникают некоторые вопросы касательно того, что ты, допустим, грудь бреешь. И носишь цветные лосины, например. Мне не нравится, к примеру, очень обильная волосатость. Я прям, мразь. Я очень волосатый крайне. Если мне вот дать месяца три не бриться, ну, я обрасту, мне глаз не будет видно просто. Я в прямом смысле прям такой, ну, едьте. Ну, с климат-контролем, вы сами должны понимать, что я адаптируюсь к климатическим условиям. Мне это очень не нравится. Мне нравится, когда все, ну, поменьше волос. Я брею на груди, там, у меня вообще, у меня кудри Аполлона получаются такие. По поводу еще, еще какие-то вопросы задавай, наводи меня. Ну, то, что, как к тебе относятся, то есть, вот эти вот ребята, которые вот такие, ноха-человечки. Честно говоря, спокойно. Не было такого, типа, они просто спрашивают, зачем, я говорю, мне не нравится. Все. Ну, вопросов нет. Как бы, если говорить о действительно таких мужиках, там, б***ь, ну, тогда на лошадях надо кататься, а не на машинах с коробкой автомата. Ну, как бы, такое тоже. А что, по шортам на мужиках? Потому что в Ладоса был опыт, типа, когда они в Чечню или куда-то в Дагестан приехали. В Чечню или в Дагестан были. Вышли, короче, из самолета, и первое, что, как бы, ну, сделали, они еще даже из аэропорта не вышли, им уже, ну, предъявили, говорит, коленки свои. Ну, у них там свои правила. Я считаю, если ты приезжаешь в какую-то страну, и там, если есть регламент правил, их надо соблюдать, потому что, ну, их, вообще, людей должны предупредить. Я, наверное, надеюсь, вас аккуратно предупредили. Ну, и в моем понятии врываешься куда-то, если там есть ряд правил, соблюдай, пожалуйста. Ну, как бы, не надо со своим там понтами, уставом врываться, потому что ты ничего не сделаешь против системы, которая установлена там, если ты один. Ну, как бы, ну, это мои, мои моменты. Ну, один же в поле войн, если он по-русски скроет. Ну, это, знаешь, красивых фантастических фильмов, в данных реалиях это все немножко по-другому работает. Интимные вещи же можно спрашивать? Ну, да. Я слышал, ну, Готча сказал, что они с женкой могут одни лосины носить. Ну, у нас размеры одинаковые, у меня S, я ношу S, и футболки XS, чтобы вы понимали, насколько я маленький. Ну, и жена, типа, блин, мне нравится тверцитовая гамма, дай-ка я поношу. Ну, это как унисекс, есть же духи унисекс. Ну, вкусные, я у жены отбираю, дай мне, пшикаю, блин, ну, чё бы нет. Это ценный следующую асану. Утверждать мужчины или нет? Да хрен знает, есть мужики, которые утверждают, что они дохера мужики, но при этом у них ни семьи, ни ребенка, и возникает вопрос, а мужик ли ты? Это же не так давно все произошло у тебя, вот эта тема, да? Да. Знаешь, вот бывает такая тема, что если, допустим, женщины забревают волосы, к примеру, делают короткую стрижку, значит, нужно что-то менять, то есть что-то, потрясение какое-то происходит в жизни, и они типа это самое. Насколько я знаю, у тебя тоже произошло некоторое потрясение в жизни, о котором мы поговорим позже. Можешь ли ты связать вот это, то, что тебе захотелось что-то поменять вот с этим событием? Слушай, ну да, в целом могу. У меня, в принципе, сейчас такая эпоха перемен, и нет такой четкой причинно-следственной связи, что типа случилось вот это, и я решил зафигачить себе ногти. А просто я стал много себе позволять такого, что раньше по каким-то причинам и не позволял, а сейчас стал к этому относиться проще. Вот все. То есть, как бы, одна часть большого целого. Я, в принципе, стал смелее, стал откровеннее, стал честнее, и стал меньше вещей каких-то, ну, что ли, замалчивать от себя, от своих близких. Стал больше общаться с теми, с кем я раньше не общался, ну, по каким-то причинам, вот, Виктор Тому пример, вот. Ну, и на этой волне подумал, ёпта, а что бы и не покрасить себе ногти, почему бы и нет, как бы, в таком режиме. А что за переломный момент у тебя такой был, что значит, общаться? Переломный момент такой, что я принял решение о том, чтобы расстаться со своей супругой и развестись. Подожди. Так, бабочку, пацаны. Сколько вы жили вместе? Восемь лет, братан. Поженились мы, или как это там называется? Какого? Только в сентябре этого года. Ну, а в каком? Вот в этом месяце, в прошлом, подлинный развод. Ты сказал, что, типа, я говорю, ну, бытует мнение, что, ну, вот это вот, оно как бы не идет на пользу, ты сказал, нет. А наоборот, отношения стали, со стороны Наташи, более теплыми, любящими, более доверительными. По моим наблюдениям, ну, вот всегда, когда люди долго живут, а потом решают жениться, ну, там, или выходить замуж, кому как угодно, к хорошему это не приводит. Ну, вот статистика такая суровая. Ты что скажешь, Наташи? Ну, всегда исключения найдутся. Исключения не есть, но вот по моим наблюдениям, живут 20 лет, женятся, проходят, не знаю, там, полгода, там, месяц, разводятся и все, короче. Ну, я со своей, блин, с числом меня плохо, или 6, или 7 лет, или сколько, да, простречался, потом мы что-то, свадьба, ребенок, ну, и до сих пор, уже 14-й год идет. По статистике, ну, есть такое, то, что правило Витя говорит, потому что я не первый раз такое слышу. И, как бы, это, может быть, современность? Я не знаю, я не могу объяснить. А знаешь, почему? Нет, знаешь, почему, мне кажется, то, что живут долго, уже все скучно, все надоело друг к другу. И хотят что-то привнести новое, и они думают, о, давай поженимся, типа, это ж пи***. Всегда можно пообщаться. Да это понятно, я про другое, типа, давай поженимся, и женимся, там, или замуж походят, и все. А что меняется? Просто штамп в пасть. А после этого ничего не меняется, они думают, что поменяется, якобы, и все. Ну, пускай машину новую построят, там, с нуля. Про свадьбу, я понял. Ну, ты сказал, что все кардинально изменилось, все стало шикарно, типа, новый виток отношений, почему так быстро закончил? В принципе, остальные спикеры сейчас за меня тут все уже пояснили. Остается только еще немножко внести ясность. Это была, с моей стороны, такая, как казалось мне, самоотверженная попытка поработать, типа, над отношениями. Ну, и дать своей девушке то, что она, типа, хочет, показать ей, что я выбираю ее из тысяч миллионов других женщин, но, по факту, ни хера это не сработало от слова совсем. Ну, что, что, сюда, что ли? Ёбду мать. Ну, уж наивно было думать, что это что-то сработает, если, ну, типа, там, 8 лет ни хера не работало, не было доверительных отношений, а тут, типа, такой поставил всталк. 8 лет не было доверительных отношений? Ну, по факту, да. Потому что, если были, мы бы не расставались. Что ж ты такое делал там? О, братан, я много чего-то делал. Ну, короче. Что было? Я себе на протяжении всех отношений, вот этих вот, позволял себе вести себя довольно фривольно и флиртовать с разными барышнями. А фривольно это как? Вот так вот. Вот так вот. А, типа. Да? Да, да. Круто. То есть, интимные переписки. Да, да, переписки интимного. Как можно? Лёд. Блядь, ну, пацаны, в Петербурге светская жизнь богема, понимаете? Вам, москалям, не понять. Позволял себе такую тему, значит, делать. Ну, заставлял ее ревновать, естественно, и, как бы, поводы были. То есть, это никогда не приводило к изменам, либо к созданию другой семьи, либо чему-нибудь такому. Но, тем не менее, как бы, эпизоды такие были, с моей стороны. Вот. И она привыкла постоянно штудировать мою переписку, там, проверять всякие телеграммы, инстаграммы. А что по поводу интимных переписок думаешь? Ну, не очень хорошо, честно говоря. Для женщины это неприятно. Это очень неприятно. Если ты не договорился с ней? Да, если ты не договорился с ней. Если ты такой говоришь, любимая, я хочу немножко, ну, себя пораздражать. Немножко побудоражить себя. Я напишу этой женщине, она такая, ну, окей, только аккуратно. Ну, иди там пиши. А ты на опыте, я смотрю. Чувак, сколько вы вместе? 17-14 лет. И, как бы, и все. Ну, это можно дать небольшой совет, что, как бы, ну, чем отличаются, в принципе, животные от людей, тем, что у нас есть способность говорить и доносить какую-то информацию, мысли. Поэтому нужно всегда разговаривать, стараться. Да, это очень прикольная функция. Если вы со своей любимой разговариваете, она понимающая, да, то все реально проходит очень хорошо. И главное знать грань, меру. Так, собственно, значит, как бы опыт присутствует. Да, но мне не нравится, к примеру, когда моя женщина в напряжении, и она не доверяет мне. К примеру, я вот сейчас уехал в Москву, моя любимая такая. Ты в Москву, да? Снимайся, будь аккуратен, все. А ты аккуратен? Ну, имею в виду, да, не хулиган. Она, как бы, доверяет все аккуратно, и никто мне мозги не выносит, и мне так-то нравится, я прям так люблю ее, вообще. Катюх, привет, я по телевизору. Она смотрит лайв-канал? Ну, по-моему, да. Ты что, Катюх у меня аналитизм. Салитизм. Так, понятно, вы не договорились, я так понимаю. Первая тема, которая не сработала, это вот эта вот пружиньба, я сказал. Вторая тема, это предребительные отношения. Короче, ну, я пи***ал, что мне, время от времени пи***ал, что мне это все не нужно. Типа, ой, да ты знаешь, хуё моё, типа, на самом деле мне не надо ни с кем чёртовать, но это, естественно, будет пи***. А она мне врала, да, она мне врала, что она больше не будет залетать в мою переписку и все такое. По факту никто никому не доверял. В итоге как это происходило? Типа, ну, она что-то находила, там, с поводом или даже без повода, начинала насупливаться, потому что знала, что, ну, как бы, нарушила свои обещания и что, как бы, ну, это такая неклёвая тема. Но в то же время она нашла тоже какой-то компромат. И вот на почве этого всего разгорался, так скажем, конфликт семейный. Вот. И что я, короче, сделал? А, причём, тема была такая, что я нарочно себе не давал, причём была такая тема, что я в течение нескольких месяцев даже никакой такой темы себе не позволял. То есть, ну, по-честному, ни с кем не плильтовал. Вообще, в принципе, только дело, что работал, херачил. Такие докопы всё равно продолжались, просто без повода. Ну, типа, там, сотрудница я чего-нибудь написал, там, или ещё чего-нибудь такое. Ну, там, просто такое чуть-чуть неформальное. Ну, и всё, типа, сразу залёт. Ну, вот. И что я решил сделать? Я решил поговорить, использовать прекрасную суперспособность, доносить информацию через рот, через ротан. Вот. И поговорил с ней. И мы, типа, согласовали, что у нас в семье нормальная тема. Это вот какой-то такой флирт и всё такое. Ну, то есть, ну, там, мне могут прислать какие-нибудь там... Сиськи, да? Ну, да. Что-то, что-то, так называемые сиськи или письки. Я там могу показать ей. Мы можем там поржать, записать что-нибудь вдвоём. Поржать от сисек? Ну, да, или от писек. Ну, поугарать, короче. Послать что-нибудь, ответочку какую-нибудь. Ну, что-нибудь такое. И я такой был счастливый, прям охренеть. Думал, вау, бам, это там инсайт, как сейчас говорят. Типа, очень классно. Типа, что нифига себе, я так поработал над своими отношениями. Вот это да. А то я и не думал, что это косяк. А вот сейчас мы заживём прям классно. Ну, нифига это не сработало. Через недельку, примерно, после договорённости, я там принимал душ, забыл полотенце, выхожу, она сидит в телефоне. Я такой, ну и что, мы об этом, что ли, договорились? Типа, ну, как бы, я понял, что всё это фигня. Что продолжать тусить в этих отношениях такое моральное преступление против какого-то человека, который может оказаться со мной рядом в будущем или с ней. Ну, и кроме того, он был ещё, ну, можно так оставить про такие вещи. Давай, давай, нормальный пузырь, это формат. Очень важная была такая лакушевая бумажка, это то, что мне от неё не хотелось детей. Всё-таки не хотелось мутить какие-то такие, знаете, масштабные движники. У меня батя живёт в Новой Зеландии, и у меня есть такая мечта, не мечта, но она вполне себе осуществима, поехать к нему и зачилить в нему месяца на три. Ну, и типа, всё классно, здорово, но как-то её я не видел рядом с собой в этой поездке на три месяца. В принципе, это стало именно отправной точкой для того, чтобы развестись. Да, 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 именно вот. Причём, тема какая, мне как бы вот самому по себе, чуть формально, мне детей хочется. И у меня есть уже почти взрослый сын, ему сейчас 14 лет, вспомнилось, мая. И, ну, я хочу ещё детей, хочу их воспитывать, подавать им примеры, всё такое. Но вот типа, с ней заводить детей, ну, как бы, нет. Вот, чисто на каком-то инстинктивном уровне. Ну, а учитывая то, что мы уже прозвучили вместе 8 лет, смысл никакого тусить, дальше не вижу. Сумолею, что эти всякие смешные попытки поработать над отношениями с помощью женитьбы, или вот этой вот договорённости про флирт, не увенчались успехом, ну, и как бы, всё окей. Брачный договор-то был? Нет, брачного договора не было. Как бы тебя не отжали полбизнеса? Это важный момент для ребят, которые нас смотрят. Что было? Как вообще был осуществлён процесс расставания, так скажем? Ну, было где-то дня три такой прям напряжённой обстановки, и она как бы понимала, что будет плюс-минус. Это было заметно по изменившемуся поведению. Пришёл как-то домой с работы и говорю, слушай, надо поговорить над нашими отношениями. Она такая, типа, я всё понимаю, да, я согласен, типа, давай. Ну, и буквально в течение 40 минут мы с ней решили финансовые вопросы, жилищные вопросы по бизнесу. Она работала на меня SM-менеджером, ну, естественно, ввиду того, что я с ней расстался, нет смысла продолжать профессиональные отношения. Не знаю, некоторые со мной не согласны, но вот я бы так не смог. Ну, типа, работать со своей бывшей женщиной вместе, это какое-то извращение, как по мне. Ну, вот, и у нас собрала вещички, в тот же момент съехала, я ей в качестве неких таких, ну, некой суммы денег на то, чтобы она могла... Откупился. Ну, почему откупился? Ну, просто, на мой взгляд, выставлять женщину, которая в тебя всё-таки вкладывалась на протяжении нескольких лет, просто с хуем за щекой на улицу, это так себе поступок, ну, по крайней мере, в Петербурге, братан. Так, подожди, ну, давай тогда, во сколько ты оценил её вложения неоценимые в себя? В 350 тысяч на тот момент. За 9 лет, подожди, давай. Не, братан, не за 9, не, давай внесём ясность. Мы уже расставались в 19-м году, и там тоже была определённая сумма, так всё нормально. Сколько ты потратил? Тогда я не помню, слушай, ну, короче, так нормально. Мы с ней договорились, это было не в одностороннем порядке, вот. Ну, по крайней мере, этого и хватит на некоторое количество времени, чтобы снимать хату, не работать на какой-нибудь дебильной работе и что-то сделать своё, как она давно хотела. Я считаю, нормальная тема. Был период, когда на его месте мог быть я. Я познакомился с этой женщиной раньше, чем Фёдор. У меня было несколько поп-иток с ней затасоваться, понял, да? Да-да-да, братан. Не получилось, а после двух попыток я уже, как бы, ну, типа, третий раз молния в одно место не бьёт. Я там какую-то другую подцепил, с которой потом жил какое-то время, и она, как бы, типа, такая... А я помню, она тогда даже написала, говорит, ой, ничего себе, как ты быстро, типа, реабилулся. Вот, а потом мы пошли на какую-то общую вот эту вот тему, которую мы мутили, и там уже вы познакомились. Да-да-да-да, реально так и было, да, познакомились на общей тусовке. Это был, по-моему, это был выезд куда-то за город на шашлыки, борьбу и что-то такое. Братан, а что такое? А что тут происходит? Ну, не бывает никогда, что ли? Да, бывает. Ну, блин, ну, да, вот такая тема, да, что-то завертелось, закрутилось. То есть ты сейчас хочешь возвертать эти 9 лет? Не-не-не, развязать текстикулы, да? Да, не-не-не, текстикулы уже развязались, все нормально. Планы какие? У меня планы, в первую очередь, по спорту и по бизнесу. По спорту у меня буквально вот на прошлом уикенде случился прорыв. Не знаю, там, знает кто не знает, но я увлекаюсь каякингом очень сильно. Это такой многогранный вид спорта, в котором задействована и силовая выносливость, и сила очка, и находчивость, и смекалка. А про по силе очка можно поподробнее? Да, конечно, это основная характеристика, которая нужна в каякинге, особенно в сплавном. Что такое сплавной каякинг? Ну, что такое каяк, вы просто погуглите, такие лодочки классные. Что происходит на сплаве, на каяке? Там разные водные структуры недужелюбные, всякие бочки, поганки, водовороты, которые стараются каякера захавать. Вот, а задача каякера их прокатить, получить фаны, при этом остаться живым, по сути дела, ну, там, в зависимости от категорийности. Есть еще камни, разные другие осложняющие темы. Сила очка там решает очень много чего, потому что каякер, ну, там, либо ссыться, его начинает класть, он начинает переключаться в этих бурных водах, либо он не ссыться, а прокатывает все сранье нормально и, в конце концов, уходит к победителю. Слушай, по каякингу, по силе очка понятно? Давай вернемся вот к этой теме животрепещущей, потому что она для многих актуальна. Я думаю, очень большое количество людей пребывает вот в таких вот непонятных, нерешенных ситуациях. Вот, как, допустим, была у тебя, так скажем, какой-нибудь, может, совет. Да, да, давайте сюда, короче. Совет какой? Не пи***ть самому себе и быть честным и открытым. И, то есть, лучше даже в разговоре со своим близким человеком что-то сказать не то, что-то сморозить там и потом как-то разгуливать, чем вообще молчать. И я уверен точно, что за все свои поступки мы платим цену, за все свои действия и принятые решения, а за непринятые решения и за отсутствие действий мы платим цену намного больше, чем даже за неправильные решения. Поэтому зачастую даже скорость принятия решения важнее, чем его правильность. И просто надо разговаривать и договариваться. Вот я постоянно убеждался, что в бизнесе, что в спорте, что в отношениях с девушками, ну, всегда рулит просто разговор. Просто, ну, что-то непонятно, спроси там, в чем лучше всего заранее, а не копить это все как снежный пол. Ну, а я как бы практиковал именно вот такое копление и замалчивание. И вот к чему это все привело. Ну, Херли. Называется Федор в 33 года познает мир. То есть, учиться никогда не поздно. Конечно. Какие предпосылки вот того, что что-то не то, на твой взгляд, когда ты вот почувствовал, что, допустим, ну, вот, что скорее всего нужно вот это прекращать? Ну, когда у нас были разговоры про детей там и все такое прочее, и я такой, ну, участвовал в этих разговорах и понимал, и понимал, что, ну, как бы, да, в теории все классно, да, но вот чувствую, что что-то не то. Я не мог разобраться. То есть, не было такой конкретики, типа, что, типа, я хочу детей, но детка не от тебя. А просто мне эта тема напрягала. Как бы, типа, ну, вот, если разговор подходит про детей, то я такой, блин, у меня звонок по работе, я хочу жрать, я хочу срать, как-нибудь потом. Да, тема классная, но не сейчас. Ну, вот такая у меня была реакция. И надо было, на самом деле, на это обратить внимание, ну, и как-то проанализировать. А я не анализировал, а брал это все, запихивал под ковер, и под ковром такие темы растут благотворнее всего. Вот, а надо ни хера не закидывать под ковер, а если что-то тревожит, то наоборот, куда-то это доставать поближе, чтобы это маячило перед глазами, чтобы с этим была охота разобраться. Ну, в принципе, смотрите, у нас сейчас осталась силовая статическая часть, которую мы будем делать, и во время нее будет проблематично разговаривать. Я думаю, будет смысл наш праведный разговор под нее немножко, да, сделать, дабы сократить видео. Пацаны будут спрашивать, как бы, это не связано, вот, ноготочки, от жены, от жены, вот, с чем-то, ну, знаешь, со сменной ориентацией, допустим. А, сука. Не, девушке мне начали нравиться намного больше. Я вообще не понимаю вот этих замесов. По сути дела, сука, это просто краска на ногтях, ну, и просто ухоженные руки, которые не стыдно там куда-то засунуть, короче, и все. Как девушки на это реагируют? Давай вот, кстати. Девушки, о, давайте, да. Да, это интересно. Девушки реагируют превосходно, они все делают комплименты, фоткают, короче, говорят, вау, у них и на себе, я показываю, что на ногах, они такие, о, божечки, о, божечки, как круто, то есть. Облизываете пальцы? Ну, это... Сука. Еб твою мать. Сука, по-моему, сука. Ну, нет, братан, ну, какие облизывания ногтей на ногах, когда, ну, там, какой-нибудь кофе, я... Чего вы так смотрите, сука? Сука. Хм, короче. Девушкам нравится, да? Да, девушке вообще в восторге. Ну, по мужикам я говорю, что в интернете гонят кучу всякого хейта. Все мои друзья, они все-таки, о, нихера себе, респект, прикольно. Вот, всякие непонятные шавки, проходящие мимо, вообще незнакомые, они постоянно лают там в комментариях, еще куда-нибудь, типа, бля, я думал, ты нормальный кузнец, мужик, а ты, либо там, типа, ну, да, типа, может, кузнец ты и хороший, но теперь ты пи***. Что-нибудь вот такое прям бескомпромиссно. Вот, но вживую мне никто нигде никогда ничего не сказал, хотя по лицу видно, что они там что-то думают, что-то пылят там, но когда я такой спрашиваю, типа, что такое-то, они такие, да, собственно, ничего, просто шел мимо. Вот, а девушки, наоборот, они как-то более открыты, я им заказываю кофе, они такие, ой, вау, можно посмотреть там, одна меня как-то сфоткала, отметила, короче говоря, в инсте, еще там что-то такое, то есть исключительно респектуют очень такое положительное отношение. Ориентации-то он ответил, нет? Нет. Нормальная ориентация по девочке, ничего. Не, я-то все понимаю. Мой небольшой косяк, что я бы один в такие форматы не вписывался, потому что мне нравится, я компанейный, я люблю в компании. Вот Витя приглашает, я с радостью влетаю, с радостью вот эти все элементы пробую, у меня есть мобильность, ее развиваю. Ну, не один, а в компании. И то, что вот сейчас даже показали, в принципе, даже классическая йога, я советую ее вписывать. Если у вас есть свободное время, включите, я не знаю, телек, ютуб, там, частик, смотрите, там, ну, какую-то любимую программу, и как раз там суетите какие-нибудь движения, никто не заставляет вас, ну, там, прыгать, выпрыгивать, делать берпи до блевоты, потом уже желчь выплевывается. Нет, не надо этого. Спокойно что-то делайте, растягивайтесь, и все. Ну, минимальная нагрузка с хорошей растяжкой, и плюс еще для вас автомобильность и улучшение здоровья. Ну, что, с вами был Федор Пушкарев, расскажу в двух частях. Первое, это про наши социальные п***ки. Я был очень откровенен, честен, рассказал всю тему, все разложил по полочкам. Если у кого-то бомбанет, я буду рад, если у кого-то возникнут какие-то инсайты, кто-то узнает в себе, нет, во мне, в себе меня. Ну, короче, если у кого-то такая же тема, и кто-то найдет ответ на вопросы, будет очень круто. Я не зря все это рассказывал откровеннейшим. Про вторую часть йога и особенно вот эти вот покатушки по стволам деревьев, это было для меня что-то совсем новое, неизведанные эротические ощущения. Я пожалел, что заброшу растяжку. Раньше у меня была такая практика, я три раза в неделю тренил с сыном, ему давал ОФП с минимальным отдыхом между подходами, а сам 40 минут три раза в неделю делал растяжку. Просто что-то нагуглил, минимальный комплекс. У меня растяжка очень сильно улучшилась, но я месяца на три забросил, и я стал опять растягиваться вот до такого угла в шпагате, вот не больше буквально, вот до такого. Что, родные мои, собственно, вот такой вот престарелый оздоровительный ЛФК раскислительно п***ельный формат получился. Встретились прежде всего, встречайтесь со своими друзьями, знакомыми, потренировались, какие-то штучки поделали, контент отсняли, постарались затронуть какие-то темы, которые актуальны и могут быть полезны тем, кто меня смотрит, потому что моя аудитория растет вместе со мной, какие-то проблемы, невзгоды, они тоже растут с возрастом, поэтому кому-то, возможно, будет полезно что-то для себя новое узнать. Пробуйте новое, изучайте новое, не бойтесь чужих осуждений, что бы вы ни делали, вас все равно будут осуждать, поэтому как бы особо не парьтесь насчет этого. С вами был Виктор Евгеньевич Блуд, всем в сратой практике.